Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Когда-то я посетил ядерный наш центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре. Мы должны четко определиться, что нам делать, учитывая, что Беларусь, она и была так, а сейчас вы это видите ярче, чем когда-либо стало передовой. Огромное вам спасибо. Знаю, что вы с Академией наук, слава богу, первые шаги делаете. Знаете, что я вас здесь приверженец. Я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж с 44 мероприятий, по-моему, у вас союзная программа разработана. Поэтому я поддерживаю это. Ну и, Дмитрий, спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был вот этого мероприятия. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Иванович, я хочу, чтобы она была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси. Я даже не упоминаю станцию, которую мы построили, атомную станцию вместе с россиянами. Это уже состоявшийся факт. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Те станции, которые строятся, мы можем принимать там участие. Не говоря уже о территории России, если будут такие возводиться атомные станции. Словом, очень много вопросов. И я не ставлю перед собой задачу, чтобы здесь решить их. Я хочу, чтобы вы услышали мое мнение. Я всегда буду поддерживать вот эти серьезные, инновационные, высокого уровня проекты, начинания и направления в Беларуси. Александр Георгиевич, во-первых, спасибо большое за приглашение. Хотел бы вас поздравить. На самом деле, знаете, с чем? Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Вот я должен вам сказать, вот к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Потому что мы с очень многими имеем дело. У нас большое количество делегаций из наших, так сказать, бывших республик, сегодня независимых государств, входящих либо в СНГ, либо в другое, так сказать, образование Евро-ЭС. Но надо сказать, что наука в таком виде, она сохранилась у вас.